Бенито Муссолини, Италия, Адольф Гитлер, Германия, Франциско Франко, Испания, Юзеф Пилсудский, Польша, Августа Пиночет, Чили. Что общего у этих лиц? Конечно же то, что все они были фашистскими диктаторами. Фашистские диктаторы, как и любые другие диктаторы, отрицают конституцию, права человека и вообще любые неугодные для них законы. Диктатура означает власть, основанную на ничем не сдерживаемом насилии. Но что делало этих диктаторов именно фашистами? Почему эти диктатуры были именно фашистскими? И что такое фашизм вообще? Многие исследователи уже давно бьются над определением фашизма, но до сих пор не могут прийти к единому соглашению. Некоторым уже даже кажется, что фашизм и вовсе невозможно определить, или что фашизм это то, что было в Италии и только. И действительно, впервые фашистская диктатура была установлена в Италии. Буквально с тех же самых пор режим Муссолини служил образцом фашизма. Исследователи думали примерно так. Если это похоже на режим Муссолини, то это фашизм, а если нет, то нет. Казалось бы, что такой подход вполне логичен. Однако именно из-за того, что итальянский фашизм был взят за образец фашизма, вытекали все последующие разногласия. Каждый исследователь выделял свои стороны итальянского фашизма и на их основании говорил, это главные черты фашизма, если режим ими не обладает, то это не фашизм. Вот и получалось, что зачастую наиболее близким к итальянскому варианту признавали лишь гитлеровский режим в Германии, а все остальное ни на Италию, ни на Германию, похоже, не было. Нетрудно догадаться, что главная проблема такого подхода в том, что очень трудно обнаружить итальянский фашизм где-либо кроме самой Италии. Действительно, итальянский фашизм уникален, но нет ни одной причины считать, что итальянский фашизм – это эталон фашизма как такового. Вообще, невозможно сделать вывод о фашизме как явлении, лишь на основании одного случая. Но если даже итальянский фашизм – это не образец фашизма, то что же такое фашизм вообще? Дело в том, что никакого образца фашизма не существует, ибо фашизм – это никакое не уникальное историческое явление, а всем давно известная самая обычная диктатура. Фашизм – это один из видов диктатур. Главная особенность фашистской диктатуры отнюдь не в том, каких взглядов придерживался Муссолини или Гитлер, и даже не в том, как они управляли государством в своих попытках построить корпоративную систему. Главная особенность фашистской диктатуры в том, при каких исторических, социальных и экономических условиях эта диктатура была установлена. Если римским триумвиратам соответствует период позднего рабовладения, а абсолютной монархии – позднего феодализма – дропе раннего капитализма, то фашистской диктатуре соответствует период позднего, развитого капитализма. Или говоря другими словами, фашистская диктатура – это ответ на вопрос, что будет, если в обществе развитого капитализма отменить права человека и конституцию и установить власть ничем не сдерживаемого насилия. Будет фашистская диктатура. Итак, фашизм – это явление, присущее развитому капиталистическому строю. Но как так получается, что несмотря на все демократии и свободы, что дал нам капитализм, он в то же время породил столь чудовищных монстров, как Гитлер, Пиночет и другие. Изначально стремление к либеральным свободам и демократии было выражением борьбы предпринимателей с феодальными пережитками, с абсолютной монархией, со словными привилегиями и так далее. Историческая задача либералов была в том, чтобы уничтожить все преграды для развития свободно-рыночных отношений. В то же самое время либеральная идеология была следствием противоречий среди самих предпринимателей. Каждый предприниматель был твердо убежден – узурпация власти недопустима не только для монархистов, но и для отдельно взятых предпринимателей тоже. Это объясняется тем, что при помощи государства можно получить особые конкурентные преимущества и тем самым нарушить принцип свободно-рыночных отношений. Слабое и потому свободно-демократическое государство – это своего рода консенсус между всеми предпринимателями. В таком государстве даже коррупция не поможет добиться каких-то особых преимуществ перед остальными. Однако такой консенсус есть всего лишь следствие низкой концентрации капитала и большой раздробленности всего класса капиталистов. По мере развития капитализма, по мере того, как немногие побивали многих на полях свободно-рыночной конкуренции, концентрация капитала увеличивалась, а количество противоречий между предпринимателями, наоборот, сокращалось. Отдельный предприниматель тем успешнее мог противостоять другим предпринимателям, чем большим капиталом он обладал. Это, а также постоянно растущие потребности развивающейся промышленности, стимулировало владельцев капитала складывать свои состояния. Так случился переход от чисто частных предприятий к акционерным компаниям. Так, раздробленные интересы отдельных предпринимателей преобразовывались в коллективные интересы акционеров. Постепенно среди акционерных компаний выделяется наиболее могущественная прослойка финансового капитала или финансовой олигархии. Привыкшая побеждать и подавлять, она имеет свои, противоположные либеральным идеалам ценности. Олигархические империи не могут расти и развиваться, иначе как подчиняя своим интересам все и вся, включая государственный аппарат. Иначе говоря, процесс концентрации капитала в руках немногих, есть в то же самое время процесс выстраивания системы строгой иерархии и дисциплины, как в экономике, так и в политике. С тех пор, как удельный вес финансового капитала в экономике стал превышать удельный вес всех остальных предпринимателей вместе взятых, либерализм стал вытесняться стремлением к экономическому и политическому господству узкой группы финансовой олигархии. Это стремление финансового капитала к подчинению своим интересам всего общества, есть в то же самое время процесс создания условий для установления диктатуры или же процесс фашизации. Таким образом, выходит, что историческая задача либералов была не только в том, чтобы уничтожить все преграды для развития свободно-рыночных отношений, но и в том, чтобы подготовить условия для установления диктатуры, но уже на новом капиталистическом базисе. Иными словами, фашистская диктатура означает диктатуру в условиях развитого капитализма, диктатуру в интересах финансового капитала, диктатуру, преклоняющуюся перед экономическими и политическими интересами олигархов, ибо никаких других способов существования у этой диктатуры нет и быть в таком обществе не может. Итальянский фашизм отнюдь не был уникальным явлением с точки зрения диктатуры. Мир знал диктаторов и дом у Солини. Но именно в Италии впервые в условиях развитого капитализма, впервые в интересах финансового капитала была установлена диктатура, и потому она получила название фашистской. Соответственно, чтобы понять, какая именно перед вами диктатура, нужно смотреть не на идеологию диктатора и не на то, как он руководит государством, а на то, при каких конкретно исторических условиях эта диктатура была установлена. Гитлер, Муссолини, Пиночетт, Франко, Пилсудский и другие фашисты были фашистами потому, что их диктатуры происходили в обществе развитого капитализма и в интересах финансового капитала. Так, например, диктатура Гитлера была установлена в интересах Дойче и Дреснер банков, корпораций Крупп, ИГФ, Фарбен, Сименс и других. Диктатура Муссолини защищала прибыли Банка Коммерчана Итальяна, Банка Дирома, промышленных концернов Фиат, Пирелли, Монтекотини, Эдисон и других. Японская фашистская диктатура, установленная в 1940 году в качестве так называемой ассоциации помощи трону, была необходима таким концернам, как Митсубиси, Митсуи, Ниссан, Такодзима, Кавасаки и другие. Чилийский диктатор Пиночетт был тесно связан с Милтоном Фридманом, чикагскими мальчиками и международными инвесторами, ради интересов которых и происходили все кровавые расправы. Короче, общий смысл таков. Фашистская диктатура, какие бы цели не преследовали ее вожди и идеологи, всегда будет отстаивать интересы финансового капитала, вне зависимости от воли самих диктаторов. Просто потому, что для них это единственный способ удержаться у власти. В мире капитализма вы должны, вы обязаны удовлетворять интересы капитала, иначе посыпется экономика и вашей власти конец. Остается добавить лишь то, что несмотря на все вышесказанное, фашистская диктатура все же не может установиться раз и навсегда. Внутриклассовые противоречия никуда не исчезают, вне зависимости от концентрации капитала. Даже среди олигархов бывают раздоры. И все же фашизация общества есть выражение концентрации капитала в руках богатейших из богатых. И чем больше в современном мире имущественное неравенство, тем больше гнета нищеты и бесправия, тем ближе фашизм и война.